Ясно, поле весел луг, лес проснулся и шумит, а дятел носом тук да тук звонко и волга кричит. Вот это баба знает, рыбаки уж тащит сети, на лугу-ка созвини, помолясь, дети, за книгу, бог лениться не видит. Анастасия Ларионовна читает стихи своему проправнуку. Свой столетний юбилей не теряет оптимизма. Такому здоровью, говорят родственники, позавидовали бы многие 80-летние. На память бабушка не жалуется, но считать все свое семейство ей трудно. Настолько оно многочисленное. И правнуки, и внуки есть, и правнуки. Ну куда это, сто лет пожить. Я сама пропела, вышла, запела и в хор, и в степи. Сама палю, сама пою. Именно в песне уверена бабушка и кроется секрет ее долголетия. Рецепт долгой жизни от Анастасии Ларионовны никогда не унывать. Эх, пошли наши казаченьки, чуть шапачки видны. И пошли. Всю свою жизнь бабушка прожила в селе Татарка. Там родилась, училась, пережила революцию, Великую Отечественную войну, полет человека в космос и развал СССР. Работала женщина в колхозе. Судьбу Анастасии Ларионовны, говорит ее внучатый племянник Александр, легкой не назовешь. Работала в колхозе и хозяйство свое. Вот, в колхозе за палочки. И сейчас их держи. Да, и сейчас тоже самое. Все это, и свое хозяйство. Трое детей. Муж умер рано у нее. Я и помню его, после войны он пришел, болел, и она сама на ее плечах. Дети выросли. Целый день к дому Анастасии Ларионовны приходили с поздравлениями родственники. А их у бабушки Насте много. Трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За тебя, бабушка. Только нахадьбу. Только нахадьбу. Дай Бог здоровья. Большое спасибо и внуки, и внучата, и всем большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Жить, и меня даже догнать и перегнать. Павел Индовицкий, Андрей Чернов, Информбюро, Шпаковский район.